Сухая карманикархоти льохо Гавдия Гожтипати Шри Шри Дхакур Бхопат сказал, что весь мир Почему люди работают, чтобы получить какие-то удобства, чтобы получить какие-то наслаждения? Если бы не было нанды, радости, то кто бы жил семейной жизнью или вообще жил в этом материальном мире? Если бы не было радости в этом... И вот Гаудия Гоштипатия счищила бхакти-сиданте сарасвати. Я бы с вами так сказал, что весь мир занят служить материи. Они не понимают ничего от души и не знают ничего от души. Они только думают об этом материальном теле, чтобы получить как можно больше наслаждения и удовольствия для материального тела. И это цель всего мира, весь мир следует этому, подобно слепцам. На самом деле суть в том, что бхакти-сиданте сарасвати Госфаметакура, правхупат, он делал то, что должен был делать Гаудия Матх. И вот это слово, что предотвратить неправильное положение дел в этом мире, это внешне неприятная обязанность Гаудия Матха. Весь мир стремится к мае, к иллюзии, и нельзя остановить это. Все люди, они стремятся так или иначе к этому. И вот в Бхагавадгите раньше я говорил о опасности. Вот в чем же опасность? Мы должны думать об этом. Весь мир, он занят наслаждением ума и тела, и полубоги также не есть. Кто-то поклоняется Шиви Махараджу, кто-то поклоняется Картике, кто-то поклоняется Ганешу, Ганапати, кто-то Дурге. И вот люди так заняты. И у каждого своя причина, почему он это делает. Есть такое понятие Панчо-Пасак. И люди, поклоняясь вот этим Божествам, Дурге, Ганешу и прочим, которые в этой припостасе есть, они заявляют, что они ващнавы, но они на самом деле маеваде, и Чила Прохопат напоминает им об этом. Если бы они поклонялись Вишну-Татве всем сердцем, вот если бы они, Вишну-Татве, поклонялись бы всем сердцем, то только тогда можно было говорить, что они ващнавы, поскольку слово ващнавы, оно происходит от Вишну, визы сущего Господа, включая Кришну, поскольку Кришна, Он не отличен от Вишну. И вот, если кто-то поклоняется Ганапати, Ганешу, какого значения его имени? Ганапати, значит, лидер всего общества. Ган, значит, все, и Пати – господин. И вот люди заняты поклонением Ганапати, чтобы получить какие-то привилегии в жизни, какое-то богатство, какие-то лидерские качества. Кто-то спрашивает, почему Ганапати, он большой, вроде толстый, а ездит на крысе. Крысу задавить, может, помрет она от такого веса, но нет, есть философия за этим, на самом деле. Ганапати – это крыса очень маленькая. Поскольку люди, они малы, и их, как сказать, их, их, могущество, но тоже мало. И эти все маленькие люди, они, но если они объединятся, то это будет больше силы, и если они будут поддерживать какого-то лидера, то лидер займет более высокое положение. И вот эта мышь или крыса, на которой ездит Ганапати, она олицетворяет такую общественную поддержку. И кто-то спрашивает, почему Лакшми на Саве, на Саве. Лакшми на Саве ездит. Почему Лакшми на Саве ездит? Почему Лакшми на Саве ездит? К нам, то такой человек, он становится слипым, и поэтому, как филин, Сава днем. И поэтому она ездит на таком филине. Если какие-то люди, например, очень бедны были, даже на еду не было денег, и впоследствии, если они становятся богаты, то очень гордятся этим. И становятся слепые, могут оскорбить гору или ващнавов, или еще кого-то. И вот такие люди, ослепленные богатством, не всегда могут оказывать должное почтение гору ващнавам, браманам. А люди почему дурги поклоняются? Поклоняются другие люди, надеются обрести богатство, счастье в семейной жизни и прочие материальные вещи в Чанди-сутре. Есть Веда и Агама и Нигама. И вот в Нигама можно найти Деви-сукту, какие-то стихи о славе Дурги. Дурга – это тень Йога Майи. Но люди, они стремятся к поклонению Ей. И вот в Махалаве читают вот эту Деви-сукту. И вот там есть такие слова. И вот и что значит эта молитва? О, Мать, дай мне богатство. Дай мне власть, знание, слава, почет, уважение. И также они просят, чтобы эта Дурга убила всех врагов, чтобы такой молящийся стал, ну вот, был в более-менее какой-то безопасности. И вот в прошлый раз я говорил, что такие люди, они карми, и они стремятся. Стремятся к каким-то материальным вещам, но их желания не кончаются. А те люди, которые совершают свой долг, не привязываясь к результатам, они гьяни. Но, так или иначе, те и другие, они хотят сделать Господа своим слугой. В этом материальном мире всегда можно найти и в видах также различные полубоги. Люди, когда молятся, им они, подобно попрошайкам, просят. Дай то, дай сё, пятое, десятое. А вошнавы что говорят? Вошнавы говорят, забери, о Господь, забери, забери, забери то. Это пятое, десятое. И в этой разнице между вошнавами и материалистами. Вошнавы молятся, чтобы Господь всё забрал у них. А материалисты, наоборот, просят, чтобы им дали как можно больше. И это основная разница между гуру вошнавами и материалистами. Если есть какое-то богатство, то вошнавы, они хотят использовать его для служения гуру вошнавам и бхагаванам. Это единственная цель в их жизни. И вот в прошлый раз я говорил. И вот Махарат сейчас вернулся немного назад, к прошлым стихам Бхагавадгиты. Крама-йога. Она совершенно-то, она как-то связана с бхагти-йогой. Я уже говорил, кто будет делать что-либо без какой-либо цели. И в шастрах говорится, что... Без какой-либо причины. Даже те, кто неразумны, они тоже не хотят делать что-либо без причины. Сначала они думают, что они получат какое-либо действие. Мы хотим проверить, без интересного. Только я вам даю пример. Если вы правы, поставьте эту вопрос в front of me, Махарат, без какой-либо причины, почему люди могут делать бизнес, почему люди могут делать это, это, это. Почему? Почему? Но я могу показать вам. Если они делают что-то, они делают это для того, чтобы Господь был доволен. Если они исполняют свой долг, то они делают это для Господа. Кто-то царем работает, кто-то еще кем-то, но они все исполняют свой долг для счастья Кришны. И вот Кришна говорит, Арджуни, это то, что ты думаешь, что ты можешь кого-то убить, это чувство делающего, это главная причина твоего рабства, оставь эту мысль о том, что ты что-то делаешь. Каждую часть секунды Кришна, Он дает энергию, дает силу. Мне, например, Он дает силу, чтобы я смог говорить Харикадху, если Кришна захочет, чтобы все прекратилось, это сразу же прекратится. А кто я, чтобы что-то делать? Это лужная гамма, должны отбросить эту концепцию делающего. И поэтому Бхагаван Иванович Кришна говорит, по крайней мере, те люди, они не могут что-то делать без какой-либо цели. Но если не могут что-то делать без цели и результата, по крайней мере, они должны результаты своей деятельности посвящать Верховному Господу. И вот уйдет из Терры. все было Прасадом Ши Кришны. Даже корона, она была дана Ему, самим Кришне. Это был Прасад. И удав, также, даже одежду, любые украшения, даже тила, которое у нее было, это все было Прасад Кришны. Астра. И все было Прасадом. И те, у кого есть такая идея, такое видение, что все, то, что приходит к нам, это все приходит по милости Кришны. И если у нас будет такая концепция, то тогда мы сможем спастись. И для обычных людей Писание дает совет, что они хотя бы должны посвящать Господу результаты своей деятельности. И вот в прошлый раз я говорил такую шлоку. У нас есть право совершать карму. И у нас нет права брать, присваивать себе результаты этой кармы. Это все зависит от Верховного Господа. Что же ты думаешь, значит, что ты думаешь, что ты делаешь пауруши? И в санскри вы говорите пауруши. Кратит о пауруши. И вот Бхага Всекришна хочет прекратить остановить такое, такие мысли у Арджуны. и все плоды своей деятельности и все плоды своей деятельности и и всю деятельность посвящает Кришне, то это зовется Бхакти. И Чила Прохопат и все остальные везде говорят, что если в нашей жизни даже мы немного Бхакти сможем совершить, то Бхакти невозможно уничтожить. Даже в случае нашей смерти в следующей жизни оно останется с нами. Но если мы совершаем оскорбление в Ващнавом имени Господа Кришны, самому Господу, то тогда наше сознание, оно опустится. И вот как понять, что мы совершили какое-то оскорбление, это значит одно из главных последствий, то что наше сознание, оно опускается. И тогда мы поймем, что какая-то аппаратка, какое-то оскорбление мы совершили. И вот из-за таких аппаратов оскорблений можно потерять наше сознание. Махато баят, что значит, это значит, что если мы совершаем какие-либо действия, и из-за этих действий, то это действие ради каких-то результатов. И это опасно, поскольку в карме, карма сама по себе не опасна. Но наши надежды что-то получить от такой кармы, от такой деятельности, вот это опасно. Даже если вот в случае с Арджуной, если человек-шатри, он вынужден сражаться за правое дело, то если он даже кого-то убьет, даже тысячу людей, но все же греху он не затронет его. И вот поэтому, как карма, она сама по себе не опасна. Опасно то, что мы надеемся получить из-за такой деятельности. И всю жизнь, если мы сможем применять эти принципы в нашей жизни, то, что Кришна советует Арджуне, можно запомнить и применять в своей жизни. Даже после Ютиши Махараш, даже после этой войны, когда они убили много людей, но грех он не затронул их, поскольку они исполняли свой долг без привязанности к результатам своей деятельности. Как в Ритрасу, например, когда он родился, он был настолько высок, что его голова задевала облака. И вот он родился на берегу Нормады, и он сражался с Индрой, почему? Много причин было на это. И в этой жизни в Ритрасу он должен сражаться, и он исполнил свой долг. Он должен был убить Индру, и вот он, когда воевал с Индрой, то он все, солдат, он просто топтал ногами. Но в Ритрасу он не чувствовал себя делающим. Даже в последний момент, когда у него отрубили две руки, он ртом как-то сражался. Но потом он начал говорить о Бхагавад-дарме, и Индра буквально сошел с ума, что ты демон, демон. И как это возможно, что ты говоришь такие правильные вещи? И как это возможно? Ты демон, но ты говоришь о Бхагавататве так, как оно есть. Я чувствую себя неудобно. Я царь небес, я полубог, но у меня нет такого глубокого знания. И я очень удивлен, видя твое глубокое знание, хотя ты какой-то демон всего лишь. И после этого Вритрасу сказал Сангаршане, о Господь, о Прабу. И вот он в Ритрасу говорит, что я подобен ребенку, который плачет о своей матери, подобно птенцу. Птенец ждет свою мать-птицу и ждет, когда же мать придет и накормит его. Вот потому, как теленок плачет о матери, и как жена ждет мужа. И такая целомудренная жена не может жить без мужа. И в одной книге какой-то поэт, он Калидас, он описывает в материальном мире, как Калидас. И вот даже в индийских университетах его изучают. И вот там такие слова приводятся. И вот там приводятся молитва какого-то человека, который молится о встрече с Господом. И вот в Ритрасу говорит, что он сражался с полубогами. Но он также молился Господу, что Господь, ты можешь сделать меня животными или птицей. Но все же я молюсь, чтобы Бхакти было в моем сердце. И поэтому Шила Бхактион Такур, он тоже пишет в своих хиртонах, что, о Господь, неважно, кем я стану в следующей жизни с животным или птицей, буду жить на небесах или в аду. Для меня это все равно, но если при условии, что Бхакти будет в моем сердце, и в Ритрасу также молится Господу, о Господь. Я путешествую жизнь за жизнью по различным планетам, по различным мирам. И я молюсь, чтобы Бхакти был у меня. И я ничего не хочу больше, поскольку для преданного жить в раю или в аду, все равно, если у них есть Бхакти в сердце. Я уже говорил, слон был, который получил посвящение в Расикананде. Хотя он был слоном, он все равно служил преданным. Он шел в лес, носил дрова, шел на рынок, приносил рис, рис дал и прочие продукты. И вот до последнего момента своей жизни он служил в Айшнавам. И когда он оставил тело в Айшнава, они совершали процессию в честь этого слона. В Айотхе я слышал, что была какая-то обезьяна. Она каждый день приходила, слушала Ромайну. Сидела сзади, чтобы никому не мешать. И вот в какой-то саду читал Ромайну, и эта обезьяна приходила, слушала каждый день, когда заканчивали читать Ромайну, обезьяна уходила. И потом, когда эта обезьяна оставила тело там, в Айотхе, и когда этот ханаман оставил тело, обезьяна оставила тело, то в честь него организовали так же процесс и вот они пошли на какую-то священную реку и погрузили тело обезьяны в джал самадхи, такое водяное самадхи и организовали большой пир в честь ухода этого преданного в форме обезьяны, поэтому Харибаджан любой человек может совершать с любой части мира, они могут прийти и начать совершать Харибаджан, но они должны быть искренни и честны и поэтому смотрите и это вот в этих строках это надежда и молитва любого преданного и вот Вритрасу не стремился к результатам своей деятельности, он вышел из огня яги и сделал то, что от него требовалось и все, но внутри его сердца, оно было полно бхакти и карма также если ее совершать идеальным образом, то она не опасна, но результаты, которые мы ожидаем получить от кармы, вот они опасны и и вот эта карма, которую мы ожидаем, она может… и вот на ротамтаку он пишет по этой… по этой… по этой… по этой… по этой… О Господь, я не буду стремиться к какой-то благочестивой деятельности, поскольку из-за этой благочестивой деятельности я могу оказаться в раю на высших мирах и привязаться к тем наслаждениям… смотрите, что… на этом достатку говорить… и вот это он говорит, если я буду в небесах долгое время, я привыкну к этому и как я смогу жить потом в материальном мире. Богатые люди, если они вот привыкли к жить в комнате с кондиционером, то в обычной температуре они чувствуют себя неуютно. И поэтому народ там такого… он говорит, что я не хочу даже произносить имя Пуньи, поскольку эта Пуньи благочестивая деятельность, она может принести мне больше проблем, чем что-то еще… И вот на небесах много прекрасных девушек, нету никаких болезней с Тваргом, там все хорошо, никаких болезней, старости и прочих проблем, которые есть в этом материальном мире. И если после такого рая мы родимся в какой-то бедной семье, то будем скучать по тем наслаждениям, которые были в раю. И вот народ там так вот говорит, что лучше оказаться в аду, поскольку если мы будем в аду, то там одни наказания, одни страдания. И когда мы из ада поднимемся наверх на землю, то уже будем рады, что нету никаких наказаний, никаких страданий в таком большом количестве. И вот в Индии бывает, что в тюрьмах организуют харикатху для заключенных. И вот так они зовут каких-то саду, говорить харикатху в тюрьмах, чтобы как-то пытаться изменить их жизнь, этих заключенных. И вот в том, что мы привязываемся к результатам нашей деятельности, и это главная причина всех проблем. Если мы сможем, не будем привязываться к результатам, к плодам нашей деятельности, то мы можем спасти себя. И вот потом я говорил о следующей слоге. И вот те, кто умиротворён. То есть те, кто совершают бхакти, совершают всё для Господа. И в читании Чайтамрите говорится, И если мы совершаем Кришна-бхакти, то все остальные действия не автоматически совершаются. И вот в тот день, когда вы почувствуете, что если совершает Кришна-бхакти, все ваши остальные обязанности, они автоматически исполнятся. То есть если мы делаем что-либо, настоящая бхакти, настоящую преданность для Кришны, то тогда все наши остальные обязанности, они сами исполняются. И нет нужды их исполнять по отдельности. Например, кто-то совершает Кришна-бхакти, хочет только совершать Кришна-бхакти. Как вот Мадвачарья, он решил оставить дом. Ему одиннадцать лет было. И вот Мадвачарья не думал, что ему нужно спросить позволения у отца и матери. И вот он пошел в Раджатпур и принял саньясу в возрасте одиннадцати лет. И вот таким образом Мадвачарья, он для своего отца и матери ничего не делал. И для общества, и для семьи также. И Рамануджачарья также он жену свою домой отправил. Ну, это он как бы отправил домой под предлогом женитьбы, под предлогом свадьбы ее брата. И когда она ушла, он принял саньясу и покинул дом. Это по Рамануджачарья. Для кормы это не так. У кормы есть свой разум. Они делают… А, то есть эти кормы из-за их беспокойного ума, они беспокойны. В отличие от бхакти, у которых ум умиротворен. Если у человека нет бхакти, то никакого умиротворения, как правило, не бывает. Люди, они стремятся делать что-то постоянно. И в Бхагове там Кришна также говорит у Дови. «А я… ссадшей нет…» «Я… мать кармасу не…» «Нирвин… э…» «… н mejна…» «…», «…», « …» «…», «…» «…», «…». «…» «…» «…» «н…» «…» «…» « – San…» «…» «…» «…» «…» Однажды в одной из семьи воров, у них была семейная профессия. Отец вором был, дед вором был, прадед тоже вором был. И вот дед умирал, он позвал всех своих родственников, сыновей, внуков и говорит, у меня к вам последняя просьба. И что за просьба? Смотрите, мы воры, мы так поддерживаем свою жизнь, мы знаем, как воровать, но пообещайте мне все, никогда не пытайтесь совершать какое-то благое общение, какую-то сатсангу. Если кто-то из вас будет совершать сатсангу, то мы не сможем заниматься своим делом. И вот он завещал им, чтобы никто из них не совершал сатсангу, поскольку эта сатсанга опасна для их воровства. И вот так они пытались избегать, но однажды проблема, когда случилась ночью, они украли что-то с какого-то дома, и вот шли назад домой с по джунглям надо было идти, они решили как-то обойти эти джунгли. И вот они там шли, как услышали хариката, хупа дороги там через громкоговоритель. Они пытались как-то заткнуть уши, и так заткнутыми ушами шли, но они шли по такому лесу, где много колючек. И вот когда они пытались извлечь колючку из ноги, пришлось пальцы вытащить из ушей, и в эти 5-10 минут они вынуждены были слушать харикатху. Но и впоследствии они уже не смогли воровать. И вот если у вас есть вкус к харикатхе, это очень хороший знак. Может у вас какие-то желания в сердце есть, но все же продолжаете слушать харикатху, и впоследствии вы найдете, что все проблемы они решены. АКАМО САРВКАМВА МОКСАКАММУДАРТИ ТИБРЕНА ВАКТИЙ YOГЕНА ЖАЙЕТО ПУРУСАМПАРАМ Есть ли? Это не здоровая программа. АКАМВА САРВКАМВА МОКСАКАММУДАРТИ ТИБРЕНА ВАКТИЙ YOГЕНА ЖАЙЕТОПУРУСАМПАРАМ И вот эта шлока из Бхагава, там у кого-то, если есть желание или нет желаний, их Бхагава просит поклоняться Шри Кришне. И вот смотрите, так или иначе мы должны развить вкус Харикатхи, это очень хорошо для нас. Они уже сдают на их мозжках. Мы имеем один, сука, но все разные, Так что за это имя, они могут получить приступительный внутренний, а у вас есть olan бронха. А те, кто просит поклоняться, не знать. Брахмаха, Бхамати, Бхамиха и Бхарагава и Гурпишfrontа, Тракхи, Продолжение следует... Саду-санга очень редка. Весь мир стремится к Саду-санге, но те, кто немного понимают, что и что, они стремятся к Саду-санге. Но также есть много обманщиков под видом Саду-санге. Продолжение следует... ... 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 они происходят. И вот в Ведах рассказывается о различных красивых плодах от таких действий, и поэтому в Ведах различные описываются различные яги и их результаты. А для кого это? Для тех глупых людей, которые стремятся к результатам. И разумные люди, они видят это, что это все описывается для того, чтобы этих глупых людей постепенно вести к более высшей цели. А поскольку если Веда, они описывают вот эти все ритуальные действия для того, чтобы людей постепенно вести к высшей цели. Да. 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 И вот те, кто не могут контролировать свой орган и чувств, для них в Ведах, по крайней мере, какие-то правила и предписания Веды Ания, в Ведах. И вот для таких людей Веды предписывают какие-то более простые правила и предписания, чтобы они смогли продвигаться. Для их руководить. Это было сказано, чтобы их руководить. Непритасту махакалам. Ultimately, они будут делать операцию. Они будут постараться на них, чтобы они могли обучиться, чтобы они могли обучиться, сегодня или сегодня, я могу показать им, что последний цель? Вы видите, Супре-Лот? Там. И вот так постепенно виды подводят людей к наивысшей цели, к Верховному Господу. Если вы берете медицин, я могу дать вам сладкий цель. Дай, 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 как дать детям. Если дают какое-то горькое лекарство, то дитя отказываются. Но если пообещать после этого горького лекарства дать какую-то сладость детям, то дети соглашаются. Это тетя, а не будешь любить, или чем я дать медицин, то я могу отработать. Усюрт, это одно шуреное. Это, что следует... Высюрт из вас. Причем, И некоторые люди читают все веды, но не видят Кришну, или изучают Багву, не видят имя Расхарани. Если они любят тебя убить, то они могут убить тебя. Есть так же Ригведа, Яджикведа и Атхарваведа. И там описываются различные черные магии, в частности в Атхарваведе. Но для тех, кто посвятил себя Кришне, чья жизнь посвящена Викторному Господу, то на них не действует никакая черная магия. Как Ашватхама, он запустил Бармастру, но она не смогла ничего сделать. Кришна, он защищает. И те глупые люди, они говорят, что после смерти ничего не будет. Они говорят, что они не могут убить. Но если они не понимают, что Атма в Атмах, они могут убить. Все это в культуре. Они говорят, что Атма не может убить. Даже майавади думают, например, что душа одна, а все остальные это просто подобно отражению солнца в емкостях с водой. И в Бхагаваттин во всех шастрах говорится, что количество отжив, оно бесконечное, если мы преддадимся Гуглу Бхачнаму и избавимся от этой концепции делающего, то все проблемы не уйдут сами по себе. В Бхагаваттин в Бхагаваттин во всех шастрах Каматма. Они имеют какой-то или другой вид из дизайн, в сердце. Иногда говорят, что в этой жизни они могут прижать к счастью. После следующей жизни, после Девинской жизни, я могу пойти в Северную. Здесь я тоже могу пойти в Северную. Но это уже написано в Бхагавате. Северная не премида для вас. В видах описывается, что даже если мы будем совершать какие-то благочестивые действия, и мы попадем в рай, то это не вечно. Это не вечно. И вот. Это значит, что здесь у нас делится. Говорит. Что про Северную, заказка с собой? Его ты готовил. Казахстан, я не могу пойти это. Это не могу. Говорит. В это время, в месяц, было бы 700 рублей. Северная, заказка с собой. У, это для вас. У, я могу пройти. Это просто много воды, я что-то с пос dullю. Я знаю, что я могу. Ты мне приходил это. И вот, и пребывание в раю, оно подобно пребыванию в каком-то отеле. Когда деньги кончатся, то нас оттуда выгонят. И также в раю, когда запас нашего благочестия закончится, то мы попадем туда, где мы были. 5-star order, you see, where billions of dollars you have to stay one night, you know. This way, they are having, and not only there, that he is from Singapore, he is the manager of Singapore's office of that man, Ramdas, who meet accident, car accident. Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Но последствия на него давить стали, и он начал давать посвящение. И вот если мы будем совершать какие-то благочестивые действия, то мы попадем в рай в соответствии с количеством накопленного благочестия. И когда это благочестие кончится, то мы опять попадем туда, где были. И Кришна говорит... Добро пожаловать на наш канал! 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 Вот во вредовании можно увидеть, кто-то приезжает, кормит обезьян бананами или птицы с зерном каким-то. Или ворон рисом, но для того, чтобы получить какой-то результат, в смысле, пунью какой-то заработать. Кто-то одеяло раздаёт нужды этим саду, кто-то ещё что-то для того, чтобы благочестие получить. И вот так или иначе люди совершают какие-то действия ради их плодов и получают, соответственно, результаты. А Кришна говорит вот в следующей эшелоке. Те, кто привязаны к наслаждению и прочему, богатству. Просептияна. Просептияна, ашантияна. А rationalность. That means tremendous success. Проп, пара, опо, ону. This kind of prefix. In Arabic, with one's word, then the power of that word. I already know changes. Минings changes. I already know what. Прохар means beating. Прохар means beating. Прохар means beating. Продолжение следует... Просактянам... Просактянам... Tremendous affinity... Not asati... Просакти... Tremendous affinity... So Babasadya... Просактянam... Tayava Parita Cheta Sam... Their intellect... Their thinking power... Gone... All stolen... By whom? By this... Demand... For desire... Enjoyment... Richest... They can not at all... They can settle down their mind... Samadhova... Samadhova... No... So... They can not settle down... Samadhova... Samadhova... Samadhi... No movement of mind... Samadhova... They cannot... И вот Кришна говорит, «О, Арджуна, это Мой совет Тебя. Смотри. О, Арджуна, веды, они обманут тебя, если ты недостаточно разумен. Конечно, веды, они ведут ко мне, но не для глупых людей, и поэтому я говорю тебе так, что веды, они покажут тебе путь, через который, через который можно... О, Арджуна, я говорю тебе, не будь очарован этими гунами материальной природы. И не смотри на тех, кто идет неправильным путем у Арджуна, попытайся выйти за пределы всего этого. И, по крайней мере, если ты выйдешь из-под влияния трех гун материальной природы, Нирданда значит, балансированное, такое непоколебимое, балансированное положение, в котором, будучи в котором, мы не будем чувствовать никаких проблем. Вот гун материальной природы, это такое сбалансированное положение Нирданда на санскрите. О, Арджуна пытается возвыситься до этого уровня, на котором ты не будешь человеком. Чувствовать никаких проблем, поскольку это обязанность прокрити как-то беспокоить всех. А почему ты беспокоишь этой природой? То есть нужно возвыситься на дни. И суда, сатва гуна, чистая сатва гуна, она должна войти в твое сердце и возвысить тебя до того уровня, на котором никакие проблемы и беспокойства не будут тебя задевать. Нирданда, 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 кхема, аквабанамин, арджун. Существуют те люди, которые живут в этом материале, So, I have to also mention my own flat also. So, this I have to mention so I can invent. So, they are always busy what amount of money they already have in their life and what they are going to get in future. Both their mind is always right how to check the previous amount I already acquired, properties and everything to maintenance and what I am going to get in future. Oh, they are busy with the maintenance. Follow. So, that's why Niri Yogo Khema Atmavana Meenah. What do you mean? Niri Yogo Khema. They were trying to think about the maintenance of what you already have and what you are going to get. Oh, maintenance you are. You are playing your head. Oh, Texas and Problems actually. And actually you can come to Texas official coming. Oh my God. Going to do Gordon. Oh God. Is this a vaccine? I know myself. All these fans. They are going to go next to our house. Please help me. Is this a vaccine? I know myself. All these fans. They are going to go next to our house. He put all gold inside oven. 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 Oven means not this gas oven. That's why? Kachau oven. Made out. Who keeps going north and putting gold inside? Maybe 15-20 cages gold inside? When? Oh my God. Yeah. Where is gold? When are gold? After that fight, you will need to check this oven. И вот они эти государственные служащие искали у него золото, но так и не нашли. Потом решили проверить эту печку, но на печке что-то готовилось, он был против, говорил, что он сказал, что готовится, зачем, ничего там нет, но эти наставили на своем, разобрали печку и там нашли 20 килограмм золота у этого человека. И вот следующая история. А потом еще, вот Макарач рассказывает, на границе случая был, человек золото провозил, и... Его на границе искали, где же золото, у них была стопроцентная информация, что он золото провозит, но так и не нашли. И потом уже сказали, давай, говори, где у тебя золото, а мы тебя отпустим. И вот этот человек рассказал, что номера на машине эти он сделал номерные знаки из чистого золота, просто покрасил их в черный цвет, чтобы были похожи на номерные знаки. И вот такие материалисты, они всегда смотрят, ищут, смотрят снаружи на внешние вещи, но татва гьяня, они смотрят внутрь себя. И вот влияние Майи мы не можем избежать, оно очень сильно. О, Арджуна, пытайся избавиться от влияния всех гудных людей. Материальной природы, и тогда ты поймешь, что я хочу донести до тебя. А пока ты занят этими материальными... материальной природой, то ты не сможешь ничего понять. Так что, вообще, 46, вы знаете, это написано... О, Арджуна. 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 И все остальное там делали. О, Ар… О, Ардур. Смотри, если у тебя в доме есть небольшой водоем, можно там, по крайней мере, посуду мыть и одежду стирать, но нельзя из этого водоема также воду пить. Этот водоем не может все делать, в числе воду пить, его из него нельзя брать. И вот если маленький водоем, что толку, но если огромное озеро, то вода там сама по себе очищается, и там можно и воду питьевую набирать, и мыться там, и стирать, и посуду мыть, и все остальное. И вот Бханши Кришна говорит, и те, кто привлекаются какими-то незначительными плодами, они исполняют свои желания, поклоняются друге, например, Ганешу или еще кому-то, они исполняют свои маленькие желания. Но если какой-то брахман очень умен, он может совершать Бхагавату Пасану. Я сейчас сказал вам, и вот если мы совершим Бхагавату Пасану, то все наши желания, все цели, они достигнутся, все наши потребности исполнятся, и нет нужды походить по отдельным полубогам. Если мы поймем глубинное значение вед, то тогда мы поймем, на кого указывают веды на Кришну. Если мы будем служить Кришне, Вишну, то все наши потребности, все желания, они исполняются. Кришне, которое будет следить за действием. Арджуна, у тебя есть право совершать свои обязанности, но думать о последствиях опасно, поскольку результаты твоих действий, то есть Кришна говорит, что Арджуна, это не значит, что ты можешь ничего не делать, то есть есть карма, а карма и викарма. Карма значит, это то, что предписывается ведами, то есть мы должны следовать этому, это называется карма, не динамитика карма, например, а карма, то, что предписывается в ведах, если мы этому не следуем, то это а карма задается, то есть а карма, то не делание того, что предписывается в ведах, то есть ничего не делать, это а карма, а викарма значит, випарит карма, это то, что, то есть, и вот если мы не следуем тому, что описывается в ведах, но это а карма задается, но викарма, это делает все наоборот, это випарит карма, викарма сокращенно значит. То есть викарма, это дело не от того, что описано в ведах, но полностью наоборот, это викарма зовется. И вот Арджун может принять решение. не делать ничего. Но Кришна говорит, нет, ты должен делать, ты должен исполнять свой долг. Если отказаться от своих обязанностей, от своего долга, это плохо. Если ты будешь следовать тому, что описано в ведах, это хорошо. А делать наоборот, все противоположное тому, что описывается в ведах, это еще хуже. Субтитры создавал DimaToram. 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 Они построили наш храм, все храмы, первые, чтобы занять служение тех, кто приходит в храм, а в другую, для проповеди. Мадхи очень хороши, ну, естественно, если есть саду с осознанием, с идеальным характером, это хорошо, а если этого нет, то такие храмы бесполезны. Это говорит Шила, бахтина таку, о, люди, если мы откроем духовные центры, какие-то храмы и мадхи, и там будут жить только обусловленные души, которые непонятно чем занимаются все время, то приходящие люди придут, посмотрят и будут плеваться в нашу сторону. Они не могут обрести бахтии, разгневаются, скажут, что они саду сонясь и носят шафрановую одежду, а занимаются непонятно чем ее. И вот на Бенгалии бахтина такого, он говорит так. И мы должны переводить эти книги на различные языки. Ну, то есть, если в храмах будут жить недостойные люди, то приходящие не будут иметь... Никакого уважения к ним. И вот мадхи в одном смысле очень хорошие, Шила Бахтина таку, наши гурваги, Шила Прахупат, они построили их, чтобы занять нас в служении. Хотя Бахтина таку говорил, что нет нужды строить все большие храмы, а Кришна Бхага там, он говорит, удави, о удав. Он говорит такие слова, что нужно строить храмы в честь Кришни, но есть храмы и мадхи различные организации. Мадха, значит, там, где духовные ученики, то есть те, кто пришли в мадхи, чтобы получить какое-то духовное благо на Бенгале. Те, кто стремятся к параматхи, к высшей цели, те, кто хотят обрести знания, они приходят в мадхи и живут там под руководством идеального духовного наставника. И тогда они могут совершать какое-то служение и прогрессировать. Храм — это другое, там есть божество какое-то, которому поклоняется какой-то Браман, Пуджари какой-то есть там. Ну, все на этом. То есть я не против поклонения, но мы должны быть здоровы, если мы страдаем от какой-то болезни, если какая-то, какой-то Пуджари, кто, ну, тело его несовершенно, например, глаза не хватает, или носа не хватает, или пальца не хватает, кого-то, то такие люди не могут поклоняться, это не все знают, или запах изо рта не плохой, или зубов не хватает, то такие люди тоже не должны поклоняться. То есть больные люди, даже внешне они вроде, все у них на месте, но если они больные, тоже нельзя им поклоняться. Даже если вы в час поели, наелись как следует, и в три часа уже вы не можете храм открыть, поскольку еще не все у вас переварилось, может отрыжка какая-то быть, и Божество ваше недовольно будет. То есть пока вы вашу пищу полностью не переварили, то нельзя в храм заходить. То есть очень много правил и предписаний нужно жить как настоящий брааман, как чистый ващнаф, то есть очень много правил и предписаний. И вот тогда, обладая идеальным здоровьем и идеально следуя всем правилам и предписаниям, тогда можно поклоняться. И даже в Харинамбаджане говорится, те, кто хотят совершать Харинамбаджане, для них иногда в Панчаратрии говорится. И те, кто поклоняется Кришне и жить за жизнью, только они могут совершать Харинамбаджане. Поэтому мы не можем избежать поклонения. Я говорю, что некоторые люди, они как бы организуют себе каких-то божеств, а потом они по каким-то причинам не могут поклоняться, и лучше не начинать тогда. Я говорю, что мы должны идти внутрь, но мы должны идти внутрь, И вот сатсанга – это один из лучших путей, через который можно получить все. Если мы будем слушать ГИД, то мы можем получить. Это даст нам концентрацию нашего ума. То есть можно изучить за пару часов то, что другие изучают за пять часов, например. Изучение богов ГИД, оно даст нам контроль ума и всего остального.